Тоже, друзья, всем привет! Обещанный ролик по гранду 12.0 Конкретно это испытание прошел игрок под ником DreamingFly Кто помнит его со стримов, ставьте лайк Но! Колода очень забавная, это авторская дека Я ему просто на фан спросил, возможно ли пройти такой колоды Наверное, уже по названию, по превьюшке вы поняли Ребята, это Хок плюс Хок Кабаны плюс Кабаны Ну реально, Всадник на Кабане и Королевские Кабаны Это, ну, аналоговая карта Они похожи между собой И, ну, две карты в колоде Это как бы перебор То же самое, что взять Королевский Гигант и Гиганта в колоду Либо там Лаву и Голема Ну, сравнение, может, конечно, не совсем похоже Но, тем не менее Королевские Кабаны, они как бы, по сути, и являются Хоком Только немножко в другом формате Да, их там много и немножко по-другому себя ведут Да, вот Но, суть остается та же Что Хок, что Кабаны, они идут только на вышку Не реагируют на юнитов В принципе, приблизительные хитпоинты у них одинаковые Да, ну, чуть-чуть меньше у Кабанов Но их же больше Вот Ну, в связке с Кабанами Я не думал, что он вообще, по сути, возможно с ними играть Дек мало того, что он просто доказал, что с ними можно играть Так он еще сделал без единого поражения Это авторская колода, друзья И я сомневаюсь, что вы подобную деку у кого-то могли видеть ранее Сейчас мы рассмотрим все поединки Ну, как все Рассмотрим самые интересные поединки Колода 3.8 эликсира Не сильно дешевая То есть, если вы любите играть дешевым Хогом Эта колода вам не подойдет Но, тем не менее, играть с ней можно Итак, давайте откроем сундук за 12 побед Кстати, следующая колода Которую я покажу в грандах Скорее всего, будет решающей колодой Которой На которой я остановлюсь И вообще, скорее всего, я последнюю колоду, которую покажу, возьму себе на твинка Скоро будут видосы по твинку Ребята, давайте Ах, Олега Пробили мы Пробили мы ее Ребята, давайте этот ролик соберет 5000 лайков Если хотите, уже видосы по моему новому аккаунту Вау! Громовержец! 15 карт уже Но он его не прокачивает Там уже 5 карт на 5 уровень пошли Итак По поводу повторов Я тут посмотрел лог поединка Короче, наверное, самое интересное будет Ну, очень много повторов против королевских кабанов Можно несколько повторов, в принципе, посмотреть Но самое интересное мне бы было, конечно, против голема Или голема И трех мушкетов Вот мне лично очень интересно Короче, посмотрим, вот смотрите Против голема Голем с пушкой Которую я уже показывал Это первый повтор, который мы посмотрим Потом против трех мушкетеров посмотрим А потом посмотрим, наверное, тоже против королевских кабанов Как же он здесь затащил? Я не знаю, конечно, почему он взял в колоду себе Именно вот этот снежный шарик Его вроде не улучшали Ничего с ним не делали Но он его, блин, берет почти во все колоды С хогом Но, как видим, он с ним тащит Если, в принципе, ну Он лучше запад То почему бы его и не брать? Просто, может, не у всех он прокачан Я не знаю Соперник поставил сборщик Мы, конечно же, нанесли урон фаерболом Дальше на нас едет пушка И, скорее всего, вперед должен поставиться голем Нет, не успевает ставиться голема Не успевает поставить голема Банда гоблина на пушку И хога не подкидываем, да? Да, не подкидываем хога Сейчас мы убьем мегаминдиона А потом, возможно, даже пойдет хог Итак, перебирает карты Как говорил Коля, типа, умеет играть Ладно, это шутка С помощью торнадо противник активирует вышку И тут на тебе бонус, а? За дефол хога, да? Ну, типа, слил торнадо Казалось бы, больше, ну, не предвещает ничего беды И тут вылетают свиньи еще И наносят до хера урона 1500 хп Сразу же контратака от соперника Зря он это делает, зря Конечно же, пушка, безусловно, сейчас стала имбой С ней можно делать комбинейшены разные И тащить Но лучше бы, конечно, с големом заходить Нежелательно утратить до 2 нового элика Лучше ставить коллекторы Лучше добывалочки Ну, я лично так вот люблю Я люблю застраиваться сборщиками А над войном рвать пуканы Ну, ладно В принципе, ему просто захотелось сделать контратаку Только он хотел ставить сборщик И тут снова кабан летит С помощью торнадо дефает И у нас снова десерт А на десерт мы подаем свиньей Свиньей, свиньей Кабанов Кабанов Ну, ну же Ждет, ждет копиделик А, смотрите Сейчас ставит сборщик Соперник И Нет Соперник не может поставить сборщик Потому что мы ему этого сделать просто не даем А без сборщика Данная колода Ну, которая у соперника Ну, она Ну, не, она тащит В принципе, тоже Я бывал так, что ставил голема Без сборщика Может, соперник плохо играет Этой декой Я не знаю Вот Ну, в целом Мне нравится то, что соперник Типа Контрит хога Все Задефал торнадо Да, я думаю Ну, типа До второго торнадо Я успею прокрутиться И тут королевские свиньи летят Это тот же Тот же хог Тот же хог Только, блин В другом Ну В другом Блин, как это Стиле, да Без всадников И Их больше Ну, короче Это тот же самый хог Просто немножечко другая карта А так Суть практически та же Я не знаю Какое отличие между хогом и королевскими свиньями Помимо того, что их больше По-моему Урон такой же Если не дефать, да И По хитпоинтам Если сравнивать То, в принципе Они похожи И вот, смотрите Просто убийственная связка Пять кабанов И один И одного Оседлали Господи Ладно Против Глема понятно Не давать ставить сборщик сопернику Давайте посмотрим же Против Стандартной колоды Королевские кабаны Как же здесь Дрим затащил У соперника колода Которую я уже показывал В принципе Я думаю Все уже ее видели Не знаю Ну, как минимум Вы ее встречать должны Если играете в грандах В глобале Не знаю Итак Выпускается хог Соперник ставит сразу Охотника И ледяного духа И не дает Сделать Нет, дает Одну тычку дает Блин, я думал Охотник не дает Сделать тычку хогу Просто скорости не хватает Итак, вот они кабаны Снежок И валькирия Вообще на изи Дефает Но получаем урона Конечно мы чуть-чуть побольше Так, окей Чем же будет дефаться валька? Естественно пушечкой И что ж Забрасываются кабанчики Ну Нет, кабанчики не забрасываются Сейчас задефать надо пушку А потом Ух ты, блин Как не вовремя Мышки летают Эти Стая мух Но все равно мы задефали Даже ледяной дух И голем не уничтожили Наших миньонов Приходится еще Скелетиками их отвлекать Потому что они еще Блин, в атаку переходят По эликсиру мы Сейчас в плюсе Как мы можем видеть Сейчас будет снежный Нет, ничего не выбрасывается Я думал будет снежок плюс фаер Так Что-то решил он Придержать эти карты Наверное на случай Когда сейчас кабаны пойдут Сейчас будет валя Я бы выбросил А нет, стоп Какая же валя Я забыл, что охотник В притык наносит до хера урона Соперник тратит поизон И ему нечем дефать хога Забрасывается наперед снежок Уничтожает его скелетиков Плюс немножечко фризит вышку И вы просто посмотрите Сколько кабан нанес урона Плюс еще добивается фаерболом В ответочку ему Точнее в ответ В догоночку Окей Охотник в принципе Много урона не наносит С дальнего расстояния Поэтому он не страшен Нашим вышкам Вот Сейчас снова смотрите Кабаны Ну блин Конечно иметь два хога в колоде Это немножечко читерство Я не знаю Легко ли с этим играть Но я проверю Обязательно сам с этим поиграю На стриме Приходите на стримы Обязательно ко мне Мы обязательно Я лично проверю эту колоду Ну и скажу Чем же проще играть Было мне Вот Я не могу говорить за всех Чем будет проще играть вам Потому что Разные игроки Разные нравы Разные умения И понимание колод У всех Это факт Потому что Играть с хогом Играть с големом Это совершенно По разному Кому то проще с хогом Кому то проще Мне лично с големом Вот Поэтому Не могу сказать Какой декой вам будет Лучше играть Это лучше Самому попробовать И самому протестить Вот Такие пироги Итак Остается 18 секунд Тут что-то справа Тут смотрите Разошлись Нет Нет Не получилось 800 хп осталось Опять готовится заход 7 секунд Но они не успеют Они уже не успеют Поэтому справа Такой вот заход Нежданчиком Но нет Увы Но нет Победа Окей Предлагаю теперь посмотреть Повтор против Трех мушкетов Уж больно мне интересно Против пики Я думаю там Изи Че там пека Он не дефает Королевских кабанов А вот против Трех мушкетеров Колода С тараном И трема мушкетами Уж тоже Довольно Часто встречается Это такая Классическая колода Раньше была с големом Сейчас она с гигантом С шахтером Еще встречается Ну в общем Давайте смотреть Ставится сборщик Ну Фаербол Фаербол на вышку На сборщик И неплохой заход 1800 хп Остается у вышки Давайте смотреть На реакцию соперника Скорее всего Сейчас будет готовиться Атака По идее Можно таран Плюс ордомух Зайти Да по логике Вообще Но Рисковать тоже Нежелательно Потому что А вдруг стрелы Да Поэтому Соперник решается Выбросить гиганта И видим В руках держит Трех мушкетеров Сейчас будет сплит Либо все В одну сторону Без понятия Все в одну сторону Тоже нежелательно Потому что У нас есть Валькирия Мы бы с легкостью Задефали Вот Валькирия Немножечко рано Мне кажется Немножечко рано Да Но тем не менее Мы задефали Справа конечно Мушкета никто не дефал Смысла не было Так как там Он один был Ну и собственно Получилось То что получилось 1600 хп На правой башне Снова заход С хогом И готовится Снежок Противника Игнорирует Не знаю Для чего Завис что ли А Понял Все Жаль Жаль Я бы хотел Конечно посмотреть Полноценный поединок Очень жаль Что он завис Но что тут еще Интересного показать Против спеллбайта Мне не интересно Вот трем мушкетерам Он проиграл Но я бы посмотрел И вот трем мушкетерам Проиграл Вот мне кажется Вот почему я хотел Против трех мушкетов Посмотреть Потому что мне кажется Что эта дека Проигрывает Трем мушкетам Вот Ну какой вам напоследок Показать поединок Я даже не знаю Ну давайте против пеки Окей Тут больше ничего Нечего смотреть Против королевских кабанов Мы уже видели В принципе Суть ясна Да Что у нас преимущество Потому что у нас Два хога Ну Две карты с хогом А у них Одна Ну то есть атакующая карта У нас две атакующие карты У соперников Одна Окей Вот они королевские кабанчики Фаербол Плюс летучка Их спокойно Дефает Дальше Подкидывается таран Ай-яй-яй Думаем Чем же нам Ордой мух Или бандой И то и то Выпускаем Банда на Таран Мухи на Летучку Сейчас будет Громовержец Деймс И все И минус Весь спам Так Готовимся с хогом Подбрасываем хогом Повышки урона Не пропускаем От громовержеца Сразу Деф идет Призраком Но хог успевает Сделать тычку Посмотрите на Эликстер соперника У него вообще Элика нету А мы Мало того что Урона нанесли Много по вышке Так мы еще и Умудрились В плюс уйти По эликсиру Это конечно же Респект Сейчас смотрите Забрасываем снова Кабанов Казалось бы У соперника Есть деф Там пека Мини генераторы Но он сразу Их остановить Не сможет Вот смотрите Кабаны Ну А нет Не кабаны Фаербол Просто фаербол На мини генераторы Окей Так Соперник Сейчас наверное Будет готовить Какую-то комбинацию Вот смотрите Сейчас пеку ставит Ага Слева ставит пеку Но это изи будет задефать Вообще зря он так сделал Орда миньонов Банда гоблинов Снежок Че бревна нету Ой зря Ну зря он так подкидывает Когда он не может Остановить ту же банду Бревно у него есть Но он почему-то его не использовал Может уже не видел В этом смысла Никакого Вот А в начале Когда он подкинул Еще летучку У него не хватало Эликсира Скорее всего 1400 хп Мы еще не дали сопернику Даже притронуться к вышке Хотя у него есть и таран И призрак Ну много разных Заходных карт Но он все тратит Весь эликсир на деф Тупую на деф Он не может Ничего вообще сделать Выбрасывается Валькирия И сейчас остается Одна секунда До двойного эликсира И вот сейчас Посмотрим Что же будет происходить Выбрасывается кабанчик Сразу сейчас будет Ставиться пека Ай-яй-яй Сколько же кабан Наносит урона Просто Две тычки он сделал Да вроде бы 900 хп остается Выбрасываем лучниц Сейчас пойдет у нас Банда Только я не понимаю Почему соперник Не сливает Бревно Вот оно бревно Вот оно бревно И блин Офигенные Просто офигенные Офигенная банда гоблинов Просто лучше не придумать Забрасываются кабаны Сейчас будет фаербол Ноль урона Но Сейчас можно выпустить Орду мух Плюс хок Орда мух Плюс хок Вот Вот о чем я говорил Ставится пека На громоверство Пока эликсира нету Поэтому хок успевает Сделать одну тычку Я думал будет две Если бы не гром Было бы две Нам осталось задеф Блин таран вообще не подкидывался Ни разу за весь поединок Вот он таран С левой стороны Так И плюс еще Там этот Как его Призрак Так Ну смотрите Лучницы спокойно Сами задефали И пеку И задефали громоверца Ой 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 Какой вообще Опасный урон Очень опасный Вы посмотрите Что за заход Соперник сделал С нашей вышкой Он всю игру Проигрывал А в конце За один заход Просто таран Плюс призрак Оставил нам 500 хп Стая хогов Просто Так как нету Фаербола у соперника Ему нечем будет Остановить это все И просто Эта стая Душит его сразу Ну красава Вообще красава Я не знаю Что по поводу Актуальности колоды Зайдет она вам Или нет Но 12.0 Друзья 12.0 Я не мог ее не показать Я не мог ее обойти стороной Поэтому Ставьте лайки Осталось еще несколько колод Которые я вам показываю И после этого Я на основе Буду катать Гранды лично сам Глобал будет И самое интересное Это твинг Это такая вишенка На торте Ждите друзья Подписывайтесь И до новых встреч Жду вас кстати Еще сегодня на стриме Пока Субтитры сделал DimaTorzok